МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 42 миллиона рублей на благоустройство продолжается голосование в рамках проекта «Вам решать». Билет в детство. 8 апреля, день российской анимации. Сегодня будь лучше, чем вчера. Как проходят тренировки юных боксеров? Далее расскажем обо всем подробно. В России изменились правила выплат пособий по безработице. Соответствующее постановление правительства начало действовать 8 апреля. Максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей теперь станут платить в течение трех месяцев с первой выплаты. Через три месяца оно сократится до 5000 рублей. Также документ уточняет правила выплат беременным россиянкам. В нем сказано, если первый квартал получения пособия по безработице в максимальном размере пересекаются со временем выплаты пособия по временной нетрудоспособности по причине беременности, то период начисления компенсации по безработице смещается на более поздний срок. Как сообщалось, изменения затронут отдельные категории безработных граждан, включая уволенных по причине ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в декретном отпуске. 18 миллионов рублей выделит региональное правительство на реализацию инициативных проектов жителей Сарова. В Нижегородской области продолжается реализация программы инициативного бюджетирования «Вам решать». До 15 апреля открыто голосование за проекты на официальном сайте. Чтобы все из саровских инициатив получили материальную поддержку, необходимо активное участие жителей города. О текущих результатах узнала наша съемочная группа. «Вам решать» – проект, который давно знаком с саровчанам. Благодаря ему на протяжении последних пяти лет у горожан есть возможность выбрать и благоустроить общественные территории за счет регионального и местного бюджетов. На финансирование проектов от города Сарова пока запланировано 18 миллионов средств из областного бюджета и 24 миллиона рублей из средств местного бюджета. То есть, получается, практически голосование и поддержку этих проектов позволят привлечь 42 миллиона в создание соответствующей инфраструктуры и, соответственно, в улучшение условий проживания на конкретных территориях для горожан города Сарова. В этот раз саровчане выдвинули на голосование 11 проектов. Чтобы все из них получили поддержку от областного бюджета, сделать свой выбор должны хотя бы 10 тысяч горожан. На 7 апреля проголосовали всего 5700 человек. Во-первых, большое спасибо огромное тем жителям, которые поддержали тот или иной инициативный проект, который выдвинули наши саровчане. Ну и, во-вторых, еще раз обратиться к жителям, проявить солидарность и поддержать любой из заявленных 11 проектов от города Сарова. Сейчас в лидерах голосования благоустройство территории в районе Святого Источника Владимира, спортивные площадки у молодежного центра и домов на улице Курчатова. Поддержать эти и другие проекты можно на сайте вамрешать.рф или просканировав QR-код, который сразу отправят на страницу с инициативами саровчан. Голосование завершится 15 апреля. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции саровской полиции выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ в нашем городе. В 2019 году на замену радиаторов отопления в одном из домов выделили более 1 миллиона рублей. Аукцион выиграло Саровское предприятие. После окончания работ по инициативе полицейских назначили исследование. Выяснилось, что ремонт выполнен с нарушением. Стоимость работ по проектно-сметной документации была завышена на 105 тысяч рублей по сравнению с фактическими затратами. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла закон о получении налогового вычета без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам. Изменения вступят в силу 1 января 2022 года. Россияне смогут оформить вычет по налогу на доходы физических лиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении налоговой службы без подачи декларации 3НДФЛ. Упрощенная процедура распространяется на вычет после покупки недвижимости, погашения процентов по кредитам и на операции по индивидуальным инвестиционным счетам. Вместо декларации 3НДФЛ налоговая служба будет использовать данные банков и участников рынка ценных бумаг. С июля 2022 года вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Кроме того, этой деятельностью будет запрещено заниматься иностранным гражданам. Проходить аттестацию придется каждые 5 лет. По ее итогам будут выдаваться подтверждающие документы, а также нагрудная карточка. К инструкторам-проводникам предъявят дополнительные требования по сравнению с экскурсоводами и гидами. Необходимо отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Ростуризм будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте. В нем будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ. Два брошенных автомобиля попали в поле зрения Департамента городского хозяйства. ВАЗ-2107 припаркованные на стоянке у детской художественной школы и ВАЗ-2109 расположенные во дворе дома номер 55 по улице Чкалова. Департамент городского хозяйства настоятельно рекомендует владельцам машин убрать их до 27 апреля. Иначе автомобили эвакуируют на платную автостоянку, а затем утилизируют. Подробная информация по телефону 9-77-29. С 9 по 11 апреля в спортивном комплексе «Юниор» в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования «РФИАЦ МНЕФ», пройдет турнир по баскетболу среди мужских команд «Золотая корзина». Начало игр 9 апреля в 18.00, 10 и 11 апреля в 10.00. Вход свободный. 8 апреля в нашей стране отмечают День российской анимации. Мультфильмы любят все. Детям помогают они вырасти достойными взрослыми, а взрослым снова почувствуют себя детьми. Как создают анимационные фильмы в нашем городе? Расскажем в следующем репортаже. 8 апреля в нашей стране отмечают добрый и веселый праздник День анимации. Именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого российского мультфильма. С тех пор многие работы наших мультипликаторов вошли в Золотой фонд мировой анимации. «Винни-Пух», «Ну погоди», «Троец Простоквашин», «Кот Леопольд». Персонажи этих советских мультфильмов любят и взрослые, и дети. В 2016-м в ДШИ номер 2 открылась студия детской мультипликации «Кадрики». Здесь юные саровчане создают свои, самые настоящие мультфильмы. Не так просто придумать свой мультфильм, чтобы зритель понял, про что ты хочешь рассказать, чем ты хочешь поделиться с аудиторией. Мы работали над множеством проектов, в том числе у нас были и семейные мультфильмы. Это мультфильмы, которые ученики нашей студии создавали вместе со своими родителями. Создавая мультфильмы, дети раскрывают свои творческие способности, развивают воображение, учатся рисовать, работать с компьютером и специальными программами. Студия мультипликации дает ребятам возможность проявить фантазию, придумать персонажей и историю. На работу с одним мультфильмом продолжительностью 3 минуты у ребят уходит не менее двух месяцев. Мы создаем сначала наброски персонажей, потом мы его раскрашиваем, потом мы его вырезаем, делаем фон, чтобы снять мультфильм, создаем различные детали, а потом уже только начинаем снимать мультфильм. Мультипликация – универсальный язык общения детей и взрослых. Это возможность для ребенка высказаться и быть услышанным. Занятия в студии детской мультипликации проходят каждую среду. Более подробную информацию можно узнать на сайте ДШИ номер 2 или в группе кадрики ВКонтакте. В Сарове завершился 11-й всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах школ искусств городов Росатома. Объединение талантов в рамках программы «Территория культуры Росатома» стало уже доброй традицией. 62 музыканта из Балакова, Железногорска, Заречного, Курчатова, Лесного, Обнинска, Северска, Снежинска, Трехгорного и Сарова отправили свои видеопрограммы, где показали все грани мастерства. 11-й всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах школ искусств городов Росатома объединил более 60 юных дарований. На нем традиционно прозвучали искусные мелодии аккордеона, домбры, гитары, фортепиано и баяна. Несмотря на волнение, мальчику удалось впечатлить жюри. Паша стал лауреатом первой степени в младшей возрастной группе. Старший одним из лучших стал еще один воспитанник детской школы искусств Степан Ершков. По словам музыканта, баян – удивительный инструмент, на котором с помощью мастерства и дополнительных эффектов можно сыграть все, что угодно. У меня играет тщательно баяне. Мне понравилось, и я захотел попробовать. Баян мне сам нравится, потому что у него звук можно сделать разным из-за меха. И, в принципе, красивый инструмент по звуку. Конкурс исполнителей на народных инструментах в этом году проводили дистанционно. За счет этого расширилась аудитория, которая могла самостоятельно оценить номера. Повысился и уровень участников. Еще раз мы получили подтверждение того, что уровень исполнительский в наших закрытых городах и в присутствии в госкорпорации «Русатом» очень высок. Представляли на конкурсе города лучших из лучших. Поэтому, конечно, нашим ребятам пришлось тяжело достаточно. На конкурсе также оценивалась работа концертмейстеров и педагогов маленьких участников. Лучшие из них получили дипломы. Итоговый концерт с номерами победителей конкурса можно посмотреть на сайте artsarov.rf Подопечные Вячеслава Дронова не раз одерживали победу на различных первенствах и соревнованиях. В конце марта юные боксеры успешно выступили на турнире в городе Ворсма. Как проходят тренировки спортсменов, расскажем в следующем репортаже. Несмотря на пандемию, соревновские боксеры продолжают тренироваться, участвовать в турнирах и побеждать. Еще совсем юные ребята, а двигаются уже как по-настоящему опытные спортсмены. Тренировки проходят не совсем в стандартной манере. Тренер Вячеслав Дронов считает, что для каждого боксера важны не только физические, но и умственные способности. Программа включает также тренировки на внимательность, координацию и логику. Наш тренер говорит, что нужно сначала подумать, а потом сделать ход. То есть подумать на несколько ходов. А циферки развивают, например, память. Например, нашел какую-то циферку, которую нужно, ее нужно запомнить. Потом следующую ищешь, и их нужно все запоминать. Усиленные тренировки тактического мышления помогают спортсменам не только в соревнованиях, но и в жизни. Каждый из воспитанников, помимо успехов на тренировках, преуспевает и в школе. Вячеслав Дронов уверен, что боксер – это не только хороший спортсмен, но прежде всего – хороший человек. Поэтому и старается воспитывать в ребятах необходимые качества. К тому же не все воспитанники ставят перед собой цели о высоких спортивных достижениях. Например, самый младший спортсмен Глеб Горностаев, свои 9 лет принявший участие уже в 16 боях, совсем не ставит перед собой целей стать чемпионом мира. Для меня бокс – это как обычная секция. Я не хочу стать чемпионом, просто первая юношеская для меня уже хорошо. Разные цели, разные способности и результаты. Но в глазах тренера каждый из этих ребят уже победитель. Кто вы? Чемпионы! Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. Но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 11 апреля там пройдет выставка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 апреля. С 10 до 19 часов. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 апреля с 10 до 19.00. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!